Большое спасибо городу Иванову, что оказывает нам такую помощь и всем людям, которые нас поддерживают. Словами признания и слезами радости встретили ивановских благотворителей в военной Украине. Гуманитарный груз, который жители региона собирали несколько месяцев, добрался до адресатов. Жители города Лутугина Луганской народной республики получили несколько тонн одежды, обуви, канцелярских товаров и продуктов. Я хочу выразить огромную благодарность председателю Ивановской региональной общественной организации «Мы», члены общественной палаты Михаилу Шатову, а также Эрику Тадавасяну и всем неравнодушным ивановцам за помощь и поддержку, которую вы оказываете жителям Донбасса на протяжении уже почти трех военных лет. Во время войны полностью сгорели наши дома. Нам тяжело. Но благодаря вам наша жизнь и учеба становятся легче, красочнее и интереснее. Спасибо вам огромное! Очень много вещей хороших. Не хватает нам еще теплой одежды, спортивной одежды, продуктов. А так всего хватает. Спасибо вам еще раз. Уже несколько лет президент фонда «Мир без войны» Эрик Тадавасян во время гуманитарных миссий путешествует по вовлеченной в боевые действия стране и записывает на видео невыдуманные людские судьбы. Светлана показывает руины, которые раньше были ее домом. После бомбежки стены рухнули, а мебель и одежда сгорели. Светлана периодически приходит сюда, вспоминает и надеется, что когда-нибудь появятся деньги на восстановление дома. Как так можно с людьми поступать, так как они у нас тут вообще издевались над детьми, над людьми. Вообще я не понимаю, как так можно. Как вообще можно прийти и разбобить чужой дом, вообще убить кого-то. Они не думают, если бы с их семьями так поступили. Сейчас женщина живет в общежитии. Она мать-одиночка. Единственная возможность для нее выжить – это получать такие гуманитарные грузы. Все же сгорело, нету, не мебель ничего. Вот это все, что у меня единственное телевизор спасли. Один комод, а это все, это уже ребенку подарили комод, а это все подружка мне дала. Вся мебель ее, буквально и кроватка, все. У меня нету ничего, кроме телевизора и комода. В разрушенной Луганской республике помощь нужна практически всем. Вы что-нибудь получаете из благотворительных фондов? А что получали? Продукты получали, пузное масло, тушенку, фасонку. Как раз мы это все и привозили. Да, да. Я понял. Сейчас вы проживаете где? В общежитии, да? В общежитии. А ваш дом? А ваш дом? Одна печка стоит. В окончании военных действий здесь уже даже не верят. Никакого перемирия здесь нет и не будет. Говорят, два дня уже перемирия, вроде когда. Да, а какое там, о чем вы говорите? Это ночь была тихо. А так, в 4 утра гепнули позавчера. В 7 часов еще утром гепали. Подмухивали целый день. А поясня стояла вчера. Ну, я видел, по дороге стояла. Тишина была. Как они уезжают и начинаются. Посетил президент фонда «Мир без войны» и передовую в Донецке. Отвез военнослужащим собранные ивановскими предпринимателями посылки. 300 дождевиков, 50 одеял и блоки сигарет. Я и в окопах везде был. То есть, ребята, где непосредственно сегодняшний день воюют, удерживают. Укропов их так называют, украинцев. Значит, видел их даже, украинцев, буквально от меня метров 300, наверное, вот они находились. Была опасность. До этого, говорят, люди ездили тоже, как я. И был случай, когда снайпер убил человека, который тоже с благотворительной целью ехал. Во время гуманитарной миссии удалось сделать еще одно доброе дело. Как только на Украине началась война, Татьяна Алексеевна потеряла связь со своими родственниками в Луганске. Больше двух лет женщина переживала за жизнь племянника и его семьи. Фонд «Мир без войны» стал для нее единственным шансом найти родню. Эрик Рутюнович мне сообщил номер моего родственника, сказал, что они живы, чем несказанно меня. Обрадовал, конечно. И эти люди, они занимаются достойным делом. Они действительно низкого поклона от меня заслужили, что нашли моих родственников. Сейчас у благотворителей большие планы. Прежде всего, постараться объединить фонды разных городов под общей эгидой. Так собирать грузы будет проще. Кроме того, Эрик Тадавасян просит поддержки у Ивановской мэрии. В городе он планирует открыть пункт помощи жителям региона, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Чтобы выделили нам помещение для социальной помощи и для пункта сбора гуманитарной помощи помещение. Это не обязательно, что именно в центре города или приближенно, желательно, чтобы бабушки, дедушки могли удобно приехать к нам, чтобы им удобно было и зайти, и выйти туда. То есть мы планируем еще социальную помощь оказывать нашему населению, городу Иваново. То есть малоимущим людям. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.